привет всем сегодня вторая часть ответы на вопросы как поживает фаленопсис лас-вегас лас-вегас я получила в конце августа привезла я его из англии где дочь купила мне его в магазине срезанных цветов это как бы подарочный такой магазин с подарками с цветочными подарками но там можно было купить вот и этот фаленопсис тоже мельтонио сансет тоже там же она заказала так вот этот фаленопсис попал ко мне я еще раз повторю в конце августа больше четырех месяцев назад и в начале сентября я его привезла домой и вот пытаюсь выращивать у него было два цветоноса вот здесь мы видим срезанные цветоносы я их срезала срезы припудрила садовой серы растение после того как я его ему срезал цветоносы я пересадила сфагнум внизу кора тут еще старые корни остались было очень много гнилых корней к огромное количество гнилых корней с того момента как я бы пересадила растение потеряла один лист вот с этой стороны один лист потерян желтела лист очень плохо желтел он не с кончика как это должен делать стареющий лист ожил телу над шейки я очень беспокоилась что у растения загнила шейка но лист упал уже пару недель назад а шейка плотная и кажется все в общем-то нормально и вообще если бы растение не пило воды не получала воду через корни остатки корней которые еще есть то наверное она так бы не выглядело у него нормальный тургор вот этот лист вырос у меня маленький листик я не думаю что он разовьется полностью у растения нет возможности сейчас развиваться нормально было бы здорово если бы он адаптировался и так что по этому растению информация неутешительная в том плане что я его наконец протестировала пока он стоял отдельно на моем рабочем столе недалеко от окна я его не тестировал да и в общем то и не хотелось мне его тестировать потому что я знаю что растения которые выращиваются в промышленных масштабах практически никогда не бывают заражены вирусными инфекциями а это именно результат промышленного выращивания он выращивается в огромных количествах этот фаленопсис в европе и я не хотел его тестировать даже тратить тест не хотела на него но когда света стало совсем мало к концу декабря я решила его поставить поближе к другим фаленопсисом ну а раз я хочу хотела его поставить к другим растениям значит нужно его сначала был протестировать я протестировала и в общем-то ахнула у него два вируса и цимбидиумный мозаический и ансидиумный кольцевой оба вируса в наличии цимбидиумный хорошо видна полоса цимбидиумного вируса на тесте было сразу упомяну что я использую тесты компании а где я потому что наверняка те кто смотрит видео мои может быть впервые будут об этом спрашивать я использую тесты а где а где не единственная компания которая выпускает тесты на тестирование растений это ни в коем случае не реклама я просто обычный покупатель этих тестов и я так же как и другие мои знакомые любители орхидей покупаю их по цене которая предложена в день у дилера этой компании в канаде так вот а вот антаглоссовный вирус то есть ансидиумный можно также сказать кольцевой был еле заметен полоска была слабая это в общем очень плохая информация для всех нас не только для меня что это растение заражено потому что если раньше обычно растения были заражены если они попадали к нам из небольших теплиц азиатских то теперь растения попадают зараженными из больших промышленных теплиц это очень плохо это значит что огромные партии этих фаленопсисов заражены и если у вас этот фаленопсис то очень большая вероятность что он тоже заражен я не берусь утверждать но это большая вероятность потому что это огромные поставщики которые производят огромное количество растений в европе эти же растения поступали во всяком случае раньше до нам известных событий точно поступали в россию поэтому я в общем то сразу хочу предупреждить что очень большая вероятность что этот фаленопсис если он у вас есть коллекции заражен и что хотелось бы отметить что растения зараженные вирусом не погибают сразу во всяк случае это происходит медленно но растение естественно обессилена она не будет таким энергичным как здоровое растение подтверждение этому есть в статьях на research гейт у меня есть доступ к этому сайту он не совсем открыт не для всех этот сайт research гейт в общем то большинство статей доступны только за оплату но у меня есть доступ к этому сайту поскольку я преподаватель и поэтому у меня есть доступ я читаю статьи я в общем то и по и по своей работе и по моему хобби я тоже там нахожу материалы и вот согласно тем исследованиям которые были проведены по сравнению темпов развития здоровых растений зараженных конечно зараженные растения всегда просто всегда проигрывают растениям которые заражены без исключения нет исключения в этой ситуации это всегда очень плохо и раньше огромные производители например фаленопсисов были заинтересованы выращивание только здоровых растений они очень серьезно к этому относились это в общем то было приоритетным таким направлением фаленопсисовом бизнесе и если европейские теплицы продают зараженные растения но это очень это крайне плохой сигнал может быть они сознательно это делают это только мое предположение не знаю этого но напрашивается такой вывод что они сознательно выбрасывают партии зараженных растений они знают что эти растения не погибнут быстро они стимулируют на цветение отсюда мы видим у молодых растений сразу по два цветоноса это растение цвело в первый раз и сразу два цветоноса может молодое растение в первое же цветение выдать два два цветоноса вот сами просто представьте эту ситуацию нет конечно значит здесь идет огромная стимуляция гормонами и то что растение заражено заражено они знают точно поскольку это все тестируется это все абсолютно это эти все фаленопсисы они точно под наблюдением и точно есть у лабораторий информация о том чем растения болеют поэтому я напрашивается такой вывод что это делается сознательно поэтому общем-то имейте это ввиду это очень очень плохо крайне плохо это практически это криминал в моих глазах это просто криминал я теперь поставила это растение к вирусникам некрасно крайне интересно посмотреть понаблюдать за ним посмотреть как он будет развивать корни и как он вообще дальше будет развиваться если он выживет и при ближайшей возможности я куплю еще одно растение опять же я не являюсь поклонником этого фаленопсиса но мне хочется купить еще одно растение тоже его протестировать и посмотреть насколько ситуация действительно плоха с орхидейными теплицами в европе а был вопрос про камбрия и мельтония что им нужно сразу хочу сказать что вот это у меня мельтония мельтония сансет это мельтония сансет этим летом приехала из англии выдала вот этот красивый рост который на переднем плане она его только-только формирует и у нее уже вот мы видим в пазухе цветонос вот абсолютно не приходит ли вот уже в пазухе цветонос еще бульба не сформировалась всегда бульба только-только пошли корни но уже есть цветонос у нее есть еще рост вот здесь вот но он пока не тронулся вот здесь вот в пазухе листа есть еще рост и там даже два роста но они еще не тронется я прекрасно долго цвела сразу скажу что у меня была мельтония сансет который мне муж привез из россии лет пять назад но та мельтония была мелкая еле-еле процветала один раз в год листва была желтоватая ничего невозможно было сделать вот она мучилась мучилась и мучила меня я ничего не понимала что с ним делать мне часто писали у вас она пересвечена листва желтый да нет не было она пересвечена но листьев у нее нормального цвета никогда не было очень мучилась мучилась с ней и вот эту мельтонию я привезла из англии мне ее купила дочь заказала онлайн в лондоне и я вот ее сейчас выращиваю получаю огромное удовольствие но потому что растение растет она нормального зеленого цвета вот только формируется бульба вот в августе я ее привезла она уже с новым цветоносом вот так вот должна гибридная мельтония развиваться не должно быть с ней никаких проблем если с ней проблемы значит растение нездоровое понимаете мы же можем еще купить нездоровое растение мы от этого не застрахованы вот это растение совершенно другое оно совершенно друг друге у него абсолютно нормальные адекватные требования в какие субстраты мельтонии сажают вот я свою еще не пересаживала она сидит тут у нее такая смесь там и кокосовое волокно и мелкая кора чего только у нее нет я разглядывала разглядывала не рискнула пересаживать и думаю что я сделала правильно вот когда она заполнит этот горшок потому что судя по всему ей хорошо здесь есть совершенно хорошо вот так она выглядит и я пока я не собираюсь пересаживать но думаю что возможно в следующем году я ее пересажу что используется для субстратов для мельтонии используются два варианта профессионалы предлагают четвертого декабря был было так было такое мероприятие в американской ассоциации любителей орхидеи выступали четыре человека которые представляли значит различные были презентации в том числе была презентация об анцидиумных в том числе про мельтоне была презентация профессионала который занимается всю жизнь вот этой вот группы орхидеи анцидиумными он и в экспедиции ездит и гибриды выводит его имя я сейчас не помню а вот я его выведу на экран его имя этого профессионала потому что имеет смысл конечно называть наших героев откуда мы получаем информацию вот этот человек рассказывал про анцидиумные в том числе про мельтонии что он говорил я вот как бы суммирую все там был ток где-то на разговор где-то больше часа но я просуммирую я расскажу только самое главное что он рекомендовал вот если тонкие корни значит это прохладного содержания растения если тоненькие корни если более толстые корни вот у меня например камбрия у нее толстые корни вот сравнительно с этими которые вот у этой мельтоне они более толстые значит это растение более теплого содержания чем листья жестче тем значит это более теплолюбивое растение но вот у меня как раз у камбрии у моей фотографию который я выставила в комьюнити у нее жесткие листья толстые корни то есть ей вполне нормально тепло она рядом с фаленопсисами стоит только ей больше света нужно она стоит как раз первом ряду перед фаленопсисами и ей очень очень хорошо вот это мельтонии ей нужно по прохладнее чуть-чуть но тоже тепло она тоже она холод не любит она просто чуть-чуть прохладнее ей хочется не не любит она сильную жару но она все-таки ей будет нормально тепло но не не жара а вот есть еще ансидиумный ой я прямо сейчас сразу встану и покажу ансидиум которому нужно совсем холодно вот это миниатюрный ансидиум вот такой вот миниатюрный ансидиум его название невеум невеум вот такой ансидиум вот ему нужен прохладно вот совсем прохладно он рядом с окном стоит и ему от окна прохладно вот эта псевдобульба она жесткая как только она размягчится я ее выкручу но это не причина для того чтобы пересаживать полностью растения вот ему нужно прохладно у него тоненькие корни у него тоненькие корни вот здесь вот идут тоненькие корни и и во что их сажают вот эти растения какие ну во первых чем крупнее корни тем крупнее субстрат он вот именно этот профессионал который делал нам лекцию на орхидейном в орхидейном сообществе американском он не рекомендовал архиату он говорит что для ансидиумных архиата слишком кислая архиата подходит для фалинопсиса в подходе для котлея но для ансидиумных она слишком кислая почему потому что ансидиумные мы поливаем больше чем котлеи и фалинопсисы видите какая связь и поэтому ее кислотность архиаты она больше ощутима теми растениями которые больше поливают если вам нужно много поливать растений вот например ансидиумные поливать больше чем котлеи и фалинопсисы значит не нужно архиату использовать для таких растений полностью ее можно частично использовать смеси смеси с чем Вот для таких растений анцидиумного типа, мельтонии, камбрии, их еще такое вот есть, это название именно для продажи, коммерческое название камбрия. На самом деле это всевозможные гибриды анцидиумные. Ну так вот, для таких растений используют смесь сфагнума и архиаты. Вот в такой комбинации хорошо растения можно регулярно поливать и не так сильно происходит закисление. Именно вот мох, он хорошо в этом случае работает, балансируя именно архиату. Чистую архиату не рекомендуют применять для растений, которые нужно часто поливать, именно из-за того, что она быстро закисляется. Я для меня, например, это было открытие, я впервые это услышала. Я вообще знаю, что есть всевозможные сообщества орхидейные в Америке, какие-то именно продвигают архиату, как бы вот они целым сообществом используют архиату и говорят, что это лучший субстрат. Какие-то говорят, нет, архиату не надо использовать, нужно там вот, например, какие-то из киви, барк, вот надо это использовать. Кто-то использует мох. Но я заметила, все эти сообщества живут в разных частях Америки. То есть у них разные условия содержания. Поэтому тут нужно, конечно, еще смотреть. Но вот в домашних условиях они рекомендуют использовать смесь архиаты и мха по объему напополам. Значит, половина мха, половина по объему, половина архиаты. Еще что он говорил. Он говорил про кокосовые чипсы. Он сказал, что кокосовые чипсы обязательно нужно вымачивать, чтобы удалять соли и минералы, которые в кокосовых чипсах обязательно есть. Потому что страны, которые изготавливают кокосовые чипсы, обычно находятся по берегам океанов. У них проблема с пресной водой. И при производстве кокосовых чипсов они используют морскую воду. Из-за этого кокосовые чипсы часто бывают засолены, забиты всевозможными минералами и солями. И поэтому их нужно отмачивать. Вот вы знаете, если честно, если вам не хочется заморачиваться, ну вот есть архиаты и мух. Но если все-таки вам хочется использовать кокосовые чипсы, если вы считаете, что вам просто обязательно нужно их использовать, я вам рекомендую. Это я и раньше говорила на своем канале. И вот этот вот Гровер тоже повторил. Обязательно замачивайте. Сколько раз замачивать, как много замачивать. Вот это никогда никто не уточняет. Я считаю, что надо замачивать, пока вот эта черная вода перестанет течь. Вот эта черная страшная вода. А если у вас есть измеритель солей, тидисмитер, то тогда лучше им воспользоваться и померить. И подобрать уже такой, посмотреть, когда вот перестанет вот такая вот насыщенная солями вода быть вот у этих чипсов замоченных. Вот эта вода после замочки этих чипсов, когда она перестанет быть насыщена огромным количеством солей. Кстати, мой тидисмитер вышел из строя, и я прекрасно живу без него уже целых полгода. И думаю, что я его закажу, но как-то вот я не спешу, пока обхожусь. Я уже так много научилась уже на глаз определять, что вот эти вот инструменты, они хорошо, когда начинаешь выращивать орхидеи. А потом как-то это все можно уже определить на глаз. И удобрения, и замачивания всевозможные. Итак, субстрат мельтонием нужен рыхлый, который немножечко воду удерживает. Но мельтония, в отличие от ансидиумных растений, вот они два рядом стоят, она может чуть-чуть и просохнуть. А вот ансидиуму просыхать лучше не надо. Ансидиум лучше, чтобы равномерно был влажный, чтобы вот у него как раз, видите, такой показатель хороший. Видите, мох растет, мох на поверхности. Такой красивый мох. Какой же он красивый, посмотрите. Смотрите, какие красивые. Этот с этим хом, он приехал из Эквадженеры. Этот мох у него уже был, и вот я его поддерживаю. Приехал-то он уже давно, он уже у меня много раз цвел, он года три назад приехал. Кстати, это растение, вот это растение именно, ансидиумное, оно заняло первое место за сентябрь. Оно было растением месяца. Он был с тремя цветоносами. Это вы не смотрите на него, что он сейчас такой лысоватый. Он только вот сейчас развивает новые росты. Видите, они развиваются сейчас. Он будет пушистый. А старые листики у него часто опадают. То есть он их не очень-то сохраняет. Они у него есть, но частично они опадают. Хорошее растение, очень хорошее. И оно будет пушистым где-то к весне. Летом он уже должен выдать цветоносы. Вот этим растениям нужно хорошее количество фильтрованного света. То есть юго-западное, западные окна им хорошо подходят. И может быть досветка. Но у меня сейчас досветки нет. Я в этом году выращиваю орхидеи без досветки первый раз. И я смотрю, как это отразится, не отразится. Заключение делать рано. Пожалуй, года через два я расскажу вам, можно ли в Канаде выращивать растение без досветки. Но сейчас пока говорить рано. Пока все выглядит очень хорошо. А посмотрим, что будет дальше. Причем настолько хорошо. Но, пожалуй, я расскажу об этом в другом видео. Потому что... Был вопрос по поводу применения корицы для растений. Да, действительно, корица используется для растений. Присыпают сухой корицей. Загнивания всевозможные. Даже центр розетки присыпают при загнивании. Если вдруг обнаруживается гниль на розетке. И в некоторых случаях действительно можно остановить. Но корица работает не всегда. Все зависит от того патогена, который убивает орхидею. Который, в общем-то, попал на эту орхидею. И размножился в неограниченных количествах из-за неправильного ухода. А какие-то бактериальные и грибковые гнили можно подавить корицей. А какие-то нельзя. Поэтому имейте в виду, что лучше все-таки применять, например... Мне говорили о фундазоле. Я никогда им не пользовалась. Я пользуюсь Fizan 20 и Садовая сера. Садовая сера очень доступна в Северной Америке. Она продается в садовых центрах. Садовая сера. Салфер. Вот эта садовая сера. Она у меня всегда на готове. Кисточка рядом. Я припудриваю какие-то сгнивания. Особенно зимой они появляются. И, конечно, зимой очень хорошо хотя бы раз в месяц проливать орхидеи. С добавлением перекиси водорода. Добавлять столовая ложка на литр воды. Добавляется, проливаются орхидеи хотя бы один раз в месяц. Именно в зимнее время. В летнее время даже, наверное, и не стоит. Но вот даже уже с осени начинают это делать. Пролив с перекисью. Это рекомендация от Нормана. Это теплица в Калифорнии. Норманс Оркетс. Он рекомендует использовать перекись водорода или Fizan 20. Но вопрос-то был как раз не о применении корицы для того, чтобы заглушить гниль. А был вопрос, нужно ли её применять для того, чтобы... Как же это было сформулировано? Как-то, в общем, стимулировать более пышное цветение, что ли. Что-то в этом роде был какой-то вопрос именно поэтому. Нет. В данной ситуации ни корица, ни термирик. Я видела видео с термириком. Азиатское видео. Я добавляю термирик в рис. Она крашивает рис в такой красивый цвет. В супы добавляю термирик. Но для орхидей ни корица, ни термирик. Термирик – это куркума. Другое название. Куркума. Ни термирик, ни куркума не помогут никаким образом орхидеи цвести пышно. Это какая-то вообще странная вещь. Нет у неё таких свойств. Вообще, когда разбавляете в воде термирик или каркуму, ну, единственное, что вы добьётесь, это окраски кашпо. Там что-то подкрасится. Вот, например, особенно термирик. Он вообще очень красит сильно. Вот я хочу продемонстрировать орхидею. Вот я её поливаю просто водой. Ну, чуть-чуть удобряю, конечно. Вот она разбудила почки на старом цветоносе. И вот у неё два новых цветоноса. Кстати, их уже пора закрепить наверх. У неё два новых цветоноса. И вот на старом. Нет, я ничем специальным каким-то особенным не поливаю. И у меня много орхидей, которые также вот будят почки. И я ничем специальным их не поливаю. Нет у них никаких специальных поливов. Вот, пожалуйста, старый цветонос, новый цветонос. И таких орхидей много. То есть я могу на этот стол выставить, ну, не менее 30 штук орхидей, у которых вот такой вот эффект. Разбудились почки. Очень многие орхидеи выделили по два цветоноса. И плюс ещё за старого цветоноса. Кто-то говорит, что надо обязательно обрезать старый цветонос, чтобы новый появился. Я не знаю. Я оставляю. Пока цветонос зелёный, я его не обрезаю. Он тоже может разбудить почки. Нет у меня такого. Не было такого, чтобы я именно обрезала для того, чтобы стимулировать появление нового цветоноса. Новые цветоносы и сами появляются. Никуда они надеваются. Вот, пожалуйста. Вот. Не знаю. И точно термирика и куркума никаким образом не повлияют на образование большего количества цветоносов, так скажем. И был вопрос по цимбидиумам. Ну, сразу скажу, что вот этот цимбидиум, который я недавно купила, как раз про него спрашивали, зацвёл ли он. Да, зацвёл. Зацвёл тремя цветочками. Это миниатюрный цимбидиум. Но вы видите размер этого цимбидиума. Это очень маленький азиатский цимбидиум. Это гибрид двух цимбидиумов. Этот цимбидиум выведен в нашей теплице. Я не думаю, что вы сможете найти его где-нибудь, кроме как в Торонто, в канадской теплице Crystal Star. Этот цимбидиум именно Crystal Star. Вот здесь его название есть. Crystal Star. Этот цимбидиум, который является гибридом Горджини и Саэнса. Это два, причём вот видите, написано с большой буквы, это неправильно. Эти два названия должны быть с маленькой буквы написаны, поскольку это два природника. А вот уже Crystal Star это название. Он зарегистрирован как Crystal Star. Это выведено именно в нашей теплице. Вот такой красивый цимбидиум. Невероятно просто красивый. А аромат, жаль, что я не могу передать вам этот аромат. Тут три цветка у него. Вот такие вот цветочки. Они ещё распускаются. Опять же повторю, это не мое цветение. Я купила с цветоносом его. Аромат у него фруктово-ягодный. Очень-очень приятный. Невероятно приятный. Так вот, что я хотела бы сказать про цимбидиум. Очень многие спрашивают, как же зацвести цимбидиум. У меня в коллекции три цимбидиума. У меня цимбидиум Golden Elf. Это золотой эльф цимбидиум, который у меня цвил уже три раза. И сейчас он формирует цветоносы. И у меня есть ещё цимбидиум Western Wind, западный ветер, который тоже является мини-цимбидиумом, как и Golden Elf. Вот у меня, вообще-то у меня четыре. У меня четыре. У меня есть ещё природный эссифолиум, который ещё ни разу не цвёл. Все цимбидиумы, которые у меня в коллекции, являются мини-цимбидиумами. Они хорошо развиваются в домашних условиях. Если вы хотите приобрести цимбидиум, я вам очень рекомендую покупать мини-цимбидиумы. Те огромные цимбидиумы, которые обычно попадают в продажу, которые покупают за их прекрасные красивые цветы крупные, обычно в домашних условиях очень тяжело зацветают, поскольку для цветения им нужен большой перепад температуры и очень много солнца. Перепад температуры им нужен больше 20 градусов. И в Европе, например, цимбидиумы выращивают именно с таким перепадом, и они действительно легко зацветают. Я слышала, что в голландских теплицах уже выведены крупные цимбидиумы, которые зацветают при меньшем перепаде температур и подходят для домашнего выращивания. Но опять же подумайте, они действительно очень-очень большие. Я, например, не смогу найти место, хорошо освещенного в коллекции у меня, именно у меня в доме, чтобы их выращивать. Но в летнее время ладно, на террасе. Но в зимнее время им же тоже нужен свет. Я знаю, что несколько сайтов, где добивались цветения крупных цимбидиумов. Это канал Петра. Канал так и называется Петр. У Петра цветет совершенно великолепный белый цимбидиум, огромный. И я еще знаю канал Оли с Камчатки. У нее тоже цветет крупный цимбидиум. Она смогла добиться цветения. Ссылки на эти каналы я оставлю. Можете спросить у владельцев этих каналов, как они этого добились. Но в моей коллекции живут только мини-цимбидиумы, которые гораздо легче зацветают. И я, в общем-то, не хочу получить разочарование. И крупный цимбидиум не покупала. У меня, например, подруга живет в Калифорнии. И у нее есть возможность выращивать цимбидиум на улице, во дворе. И я ей как раз рекомендовала купить крупный цимбидиум именно для дворового содержания. В Калифорнии прекрасно цветут цимбидиумы, если их содержать во дворе. Но это, опять же, не наши квартирные, не наши домашние условия. И вот как раз подруга зовет меня в гости, приезжай, давай купим мне цимбидиум. Но вот как-то нужно выбраться к ней и выбрать ей цимбидиум для выращивания во дворе. Поскольку там не бывает холодных зим, падение температуры где-то, ну, минимум 10, плюс 10 градусов. Поэтому, естественно, она может выращивать цимбидиум на улице. Но это не у нас. Поэтому я, в общем-то, не рекомендую покупать крупные цимбидиумы для домашнего содержания. Это будет очень крайне сложно их зацвести. Это может быть очень большим разочарованием для вас. Ну что ж, пожалуй, все. Всего вам доброго! Здоровья вам и вашим растениям!